это дядя вола и собственный волонтерский проект с людьми и для людей которые по нашему мнению делают жизнь лучше уважаемые друзья добрый день утро вечер ночь сегодня у нас необычный гость нам очень приятно приветствовать в этой студии Вячеслава Котова это автор новосибирского такого беспрецедентного проекта который называется ривайл здравствуйте утро дня Вячеслав расскажите пожалуйста о себе мы потихонечку подойдем к проекту просто какой человек нынче в наше время занимается организацией подобного направления какой какой человек по своей биографии по мироощущению по характеру по образованию кто вы грубо говоря смотрите если в двух словах то есть я 84 года рождения родился живу в Новосибирске если взять учебную деятельность у меня два образования это техника электрик и педагог по физической культуре и спорту это вот педагогический университет если взять трудовую деятельность то я начинал работать то есть я понимаю как тяжело человеку в разных сферах трудовой деятельности то есть я был и дворником и уборщиком и работала клинером клинкой компании убирал там комнаты как после убийств то есть там и в крови то есть там страшные иногда объекты были работал под отцом обуви расклеивал объявления бегал от бабушек чтобы они мне не давали клевять затем работал учителем физической культуры то есть я много где побывал и поэтому но любая профессия она мне знакома тем или иным боком затем служил в армии 9 10 год сухопутные войска читаем вышел старшим сержантом если взять спортивную деятельность то от занимался в районе 12 лет легкой атлетики на стадионе фламинго под тренером трубникова фамилия и сама очень знаменитый за собой имеет из кандидат мастера спорта на марафонской дистанции 42 километра 195 метров пробегали за два часа 25 минут был третьим на россии по молодежи тоже неоднократно участвовал в чемпионатах области города различных забегах и так далее богатый профессиональный спортивный опыт вячеслав вот вы сами потихонечку предвосхитили следующий вопрос он как раз касается именно этого направления бега друзья дело в том что вячеслав у нас не случайно мы познакомились буквально не так давно произошло все это как всегда это бывает спонтанно но самые мне кажется великие дела так и делаются вячеслав предложил мне присоединиться к их направлению к вот этому массовому уже теперь в районе затулинки движению который называется бег по утрам правильно я могу ошибаться и произнести кореалу точнее называется 518 ревайл ран клап то есть 518 приставка это та приставка где я первый раз проснулся рано утром когда эта идея возникла и я посмотрел на часы было 518 соответственно потом доработка по названию было возрождение то есть то есть многое надо забывать и жить по-другому и я понял что человек просто напросто тратит время впустую и ран клап это тоже такое окончание где есть и бегу место и здоровому образу жизни и всяким различным мероприятиям которые мы вместе с проектом с людьми участвуем и помогаем и вместе ходим в числов это платный проект для участников проект он бесплатный абсолютно главное желание главное оторвать жопу от дивана не заработать на этом целлюлит абсолютно все бесплатно честно прозрачно многие стесняются многих причины отговорки ой рано и там холодно и там наркоман прошел где-то за углом все чего-то боятся то есть ну не боятся не бухать не идя рядом с ребенком курить сигарет при этом пятилетний ребенок идет всем этим дышит то есть вот сейчас нас многие могут увидев так сказать ну покритиковать мол вот опять говорят о здоровье образе жизни как нам и так это надоело и в школе про это говорят и в средствах массовой информации может быть вы как-то по-другому сейчас нам повернете вот эту идею есть же такой момент пропаганды постоянно да вот кое-где сми и он вызывает а обратную реакцию часто ну если касаемо себя что допустим конечно проекте понял ну сам создал конечно в том плане что вот человек живет живет это как многие мы говорим что вот вся жизнь еще впереди там все успеем до них она мы не успеем потому что жизнь она короткая ну в основном такие мысли в 15-16-18 лет и и когда допустим тебе 24-25 лет то есть ты всем по сути человек живет 72 года то есть ты прожил уже по факту одну третью своей жизни то есть она прошла быстро незаметно блин ты поворачиваешься и смотри о боже уже 25 уже 32 оставшиеся две части то есть они пройдут тоже как и одна третья часть то есть быстро и ты там просто будешь ничего не успевать я поэтому понял что надо действовать здесь и сейчас и не сокращать себя не увеличить его путем вставания на три четыре часа раньше и поверьте кайфа больше чем ты спишь до обеда чем ты встаешь 5 утра можно сказать что вы фанатик этого конечно да но она дает свои плоды и то есть утро это тот секундомер то есть когда его правильно нажимаешь соответственно тут ну так день у тебя и начнется то есть допустим у человека есть такой банк он называется не кредит где там кредиты берут ли счет такая банк времени он у всех один наполняемость у него одна то есть это восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд то есть это ты его распределишь как ты это поймешь то что каждому дню концу дня он огняется то есть и ты уже сам как человек себя поставишь так соответственно день и проведешь то есть есть такое мнение она правильно то есть вчерашний день этой истории сегодняшний день зависит только от себя от тебя будущий день ну это неизвестность непонятно что будет поэтому надо действовать здесь и сейчас сколько вы уже занимаетесь бегом по утрам с людьми проект начал свое существование 24 июля 19 года то есть 24 декабря уже будет полтора месяца полтора года самое интересное сейчас узнать а кто те люди которые к вам присоединяются какие-то особые люди с какой-то другой жизненной позиции сквы так активной подготовкой кто они люди на непростые люди многие приезжают с других городов допустим вот но в соцсетях допустим встречает наш анонс пост и они хотят нам присоединиться то есть это новые знакомства кто-то приезжать города допустим некуда сходить знакомых новых нету допустим вещам не хочет один бегать группы все равно легче интереснее бегать и это как бы мотивирует себя если ты там раньше был червяком то ты превращаешься за некую бабочку где есть люди которые тебя поддерживают и поэтому из ну все это идет из соцсетей у вас есть там ресурсы свои да как интересно ребята вот чаще всего слышат что люди когда по интересам как-то кооперируются то это развлечение это в большей степени ну то что не является может быть здоровым образом жизни а здесь люди кооперируются лишь для того не лишь для того уже для того чтобы вместе вот так вот сконнектиться именно на предмет бега не знаю как для вас для меня это открытие причем добровольные как я понимаю там представители самых разных профессий и социальных статусов да то есть создание этого проекта это то что чтобы у людей не было ни отговорок ни причин не жить постоянно в какой-то зоне комфорта то есть как лица увидел картинку в соцсетях в интернете у нас действительно сейчас век ленивых жоп то есть там даже картинка один человек идет по лестнице толпа идет по эскалатору то есть но я хочу чтобы сделать некую пропаганду именно здорового образа времени чтобы человек ценил уважал свое время то что и так мало и многие знаменитые люди такие как чак норрис там скала из форсажа если посмотреть их историю не вообще по три четыре часа спят по крайней мере мы им не завидуем но по крайней мере понимаем что эти люди многие забыли ну добились много поэтому в этом проекте тоже есть своего рода мотивация что человек может все и надо просто-напросто поменять свой софт игрит один артем долгим блогер тоже на ю тюбе чтобы но не засирались мозги ничем помогать 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 часто люди приходят в нечто новое когда у них уже выхода нет когда что-то произошло в жизни такое случается среди участников вот у меня чат ватсап есть там 130 человек он периодически меняется то есть там есть человек у нее есть родственница которая заболевает она болена как заболена онкологии и у нее такое серьезное заболевание и она видя наше общение но и те картинки титу мотивацию которые туда скидывая она прям сама мне призналась что она как бы поддерживает себя из всяких аппаратов именно душевная то есть и соответственно родственнику показать что мы так общаемся то есть легче переносит свою свою эту болезнь и ту ситуацию в которой он оказался то есть это как бы приятно что ну это круто Вячеслав много противопоказаний для того чтобы начать противопоказания одни это кровать выключенный будильник не помню где кроссовки там грязные носки то есть ну послушайте человек вам пришел позанимался ну и как вы говорите захотелось все-таки к дивану опять прижать это место он может потом вернуться вы его так сказать не проклинаете вдогонку или допустим как эта ситуация решается двери они всегда открыты независимо от того что как мне многие говорят вот это 8 но подружились мы допустим это есть некая конфликтная ситуация недопонимания ты как если ты вот я выйду тебе как бы все равно будет как все двери открыты тебе все равно решать ты создаешь свою жизнь твою ощущение тебе уйти и поэтому всегда для всех двери открыты если конечно с человеком прям совсем совсем не понимает что я хочу что пропагандирует то что были люди которые как мне казалось это они сделали то есть любое мое действие она обсуждалась осуждалась и постоянно были упреки что я куда-то не туда иду не то дело не то говорю постоянно там какие-то замашки давайте сделаем до свидания друг другу создать свой клуб по шахматам еще что-то там и корректно это говорите или ну я считаю что матерки злоба это зло то есть я человек если сматерюсь на это где-то так что никто не услышит а так я человек не матершина и у меня абсолютно минимальный стиль жизни у меня даже дома там микровоморки нет стоит одна плита то есть я не заморачиваюсь ничего то есть у меня все просто и я стараюсь не материться и призывать это других людей хорошо тогда вопрос сразу встречно у вас есть слабости как у любого человека слабость это иногда поспать хочется но понятно при таком графике и удается себе это позволить после пробежки 20-30 минут я закрываю глаза после душа затем собираюсь уезжая на трудовую деятельность и мне это удается самое главное сделать некую структуру не просто спонтанно а именно структуру то есть у нас структура заключается в том что мы понедельник всегда пятница и суббота занимаемся остальные дни отдыхаем плюс мы еще включили с полуднице вечера до 12 ночи занятие тренажерном зале у себя на затулинке все о чем мы говорим это касается замечательного знаменитого района новосибирска затулинки вот интересно а хотелось бы чтобы это движение как-то вышло за границы этого района ну конечно хотелось мы но по крайней мере я ищу масштабирование то есть также общался с людьми одного из знаменитых приложений у меня предложил на коммерческой это основе сделать чтобы человек платил деньги так 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 цель перед собой при не выполнении этой цели то есть деньги оставались в кассе этого приложения опять же у меня вот такое волонтерской волонтерский проект где деньги абсолютно не берутся за занятия где допустим других местах человека по 300 500 рублей берутся здесь маленько другой аспект здесь именно проект на цели на ценность времени потому что как вот говорил есть французский писатель бернар вербер империя ангела по моему написал где он говорил что чтобы узнать цену года надо спросить у студента который провалил сессию чтобы узнать цену недели надо спросить у редактора который сдает репортаж продукцию свою чтобы узнать допустим цену часа надо спросить у влюбленного который ждет свое возлюбленное чтобы узнать цену минуты надо спросить в человек который опоздал на электричку на поезд чтобы узнать цену секунды надо узнать человека который потерял близкого человека в автомобильной катастрофе и чтобы узнать цену там тысячные секунды надо спросить у серебряного призера олимпийских игр на то есть то есть чем должен понимать ценность времени то что игра сегодня есть завтра его нет по разным жизненным обстоятельствам и мы на затулинском жил массиве это пропагандируем различные сборы в соцсетях в различных где есть возможность а человек из другого района уже не может к вам присоединиться я ищу возможности из другого района я когда в галерии галерей новосибирск возле центрального рынка торговый центр москва стадион спорта зашел покупать шапку в магазин если не будем называть фирму не будем был человек он занимался единоборствами и что-то так раз говорили что я тоже проект какой-то веду на затулинке он говорит а я хочу у себя центральным тоже с ребятами боксерами сделать некий проект где на свежем воздухе будут занятия ну там по борьбе что ли чтобы это люди видели что такие тоже бесплатные занятия но это только все в планах мы обменялись телефоном я периодически раз вместе вас спрашиваю и я так понимаю что у них наступила настоящая утопия то есть в головах есть ребятах собраться не могут но в этой связи еще один вопрос по-вашему и что мешает развиться проекту в таком большом городе если глобально недопонимание и если косые взгляды со стороны многие думают что это просто брехня вставать в пять утра и трудно сейчас человек убедить что это может быть ну если надо просто встать один раз пол пятого утра одеться выйти на улице независимо там холодно не холодно как многие там да блин холодно на улице бегать я пойду вечером побегать когда мы утром бегаем с ребятами там практически никакой халявы нету то есть если кто-то идет шагом соответственно я толкаю спину ну не так сильно придерживая его толкаю спину помогает тем самым преодолеть свою я не хочу не могу да пошло на все нахрене встал пятого то зачем я хочу там шагом пройтись или еще что то то есть это своеобразный тренировочный процесс где но вплоть до того что можно довести это до негатива кажется но если ты не хочешь то ты можешь идти домой как одна девушка пришла к нам занять она такая полная была пришла все ребята побежали вперед а я с ней бегу 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 у нас там остановка до остановки в километре располагаются километры пробегаем и она ведь я домой игры смысле я смогла я стал я пришла этого достаточно галочку поставила я пришлось себя догонять на 300 метров и лежать то есть бывают и такие ситуации вячеслав сколько примерно человек сейчас вместе с вами если взять чат то там 130 человек это же не все кто реально ну да потому что есть люди поддерживают нашу философию понимает многих когда человек удаляется я вам перезваниваю что случилось и рассказываю о том что я хочу что ты теряешь и многие люди возвращаются плюс-минус 10 человек которые держат остальных 100 человек сразу же просится вопрос слушайте это не секта нет это абсолютно не секта потому что если есть человек во главе который под какую-то идею но у нас же так у нас очень много примеров негативных вы сами знаете и не выглядит ли это как вот нечто подобное такое вот объединение людей у нас в завершении нашей встречи такая традиция ваш рецепт но всем кто нас смотрит к с такой свободный сейчас момент ваш рецепт как сделать жизнь лучше ну во первых надо поменять свой софт делать более позитивные вещи сменить всякое вот это вот бухло курева на книжку потому что бухать и при честь не модно стало модным это говорить красиво одеваться и видеть человека в метро там в автобусе с книжкой в руках то есть все что ты делаешь ты делаешь для себя то есть и я призываю что надо быть лучшей версии себя на тот на ту секунду на кто ты сейчас находишься то есть избирать фильтровать окружение если допустите окружение не устраивает сказать едино на хрен если кто-то тебе надоедает сказать едино тоже на хрен то есть всех людей всю ситуацию просто посылать на хрен залезть свой танк и как сказал артём долгим если ты живешь в полной жопе как многие жалуются вот я живу в жопе ничего не хватает и отводят себе дни на выходные допустим вот в воскресенье отрасплюсь там в кафе в клуб схожу да куда ты можешь идти если ты живешь в жопе то есть те то есть выходные которые даются у человека наоборот они даны для того чтобы надо еще больше усердно работать и убирать свои слабые места и долбиться 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 и тогда у тебя все получится спасибо у нас сегодня в гостях был Вячеслав Котов пусть у вас все получится вместе с вами конечно все получится спасибо большое спасибо и вас и это пока все смотрите нас и и предлагайте интересных гостей лучшее впереди ваш дядя Вова